В связи со сменой властью, вам уже обещали какую-то должность в местном самоуправлении? Или же пока не идут такие разорвания? Я вам сейчас на это отвечу абсолютно искренне. Я никогда не рвался во власть, в исполнительную власть. Депутаты, я был, так получилось, что я обязан был уже за выбором 2012 года в исполнительный совет. Но так получилось. Но у меня не было, я физически не справлялся, я не мог там не участвовать. Хотя много тоже было в эту сторону, два года назад, перекручивания и переверчивания. Я не стремлюсь, я не буду лезть ни в облсовет, ни в борсовет, если будут какие-то предложения. Абсолютно. Я бизнесмен, я работал, занимался бизнесом. Ну вот, допустим, Евгений Шевченко, Петр Болинский, их мы видели во время развития событий, вот этих трехмесячных и так дальше. Вы же появились только уже после того, как случился этот перелом. С чем связано ваше внезапное появление? Знаете, я вам могу сказать, что касается моей работы, я работал в областной организации партии УДАР на тот момент, я не был ни в кута комфорсии, это не в области, это прекрасно понимаете. Заниматься общественной деятельностью, просто поговорить, когда, я не буду это называть общественной организацией, которая у нас на сегодняшний день есть в городе. Я это мне самому смешно, я иногда читаю в Facebook. Где-то там погромили окна, кому-то прибежали какие-то люди, покричали, покричали, разбежались. Где-то какие-то проблемы, покричали, разбежались. Я не приверженец просто появляться, засветился, про тебя написали, хороший, плохой и все. Мне это не нужно было абсолютно, я занимался своей работой.